Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Доктор исторических наук, политолог, экс-депутат и бывший вице-премьер Виктор Степанюк рассказал, что нынешние власти глубоко увязли в опасных для Молдовы геополитических играх. Пришла партия, в которой считают себя великими реформаторами и спасителями нации, хотя по сути у них нет ни интеллектуального, ни административного потенциала, заявил эксперт. Но с другой стороны, надо признать, что в этой игре, в этой борьбе между немногочисленными геополитическими сегментами Западом и Россией, Западом и Китаем, наши правители надолго и глубоко вглянутся в геополитические игры. Это риск для страны в социально-экономическом плане и в сфере безопасности, отметил Степанюк. Историк подчеркнул, что ни одна партия, правившая все эти 30 лет, не была так глубоко привязана к геополитике. По его словам, нейтралитет Республики Молдова на международном уровне будет соблюдаться до тех пор, пока мы не вмешиваемся в эти игры. Конечно, многие советники и международные структуры создавали здесь свои штабы. Они помогали правительствам, но большинство правительств не ввязывались в геополитические игры, в противостоянии. Неслучайно идея нейтралитета была включена в Конституцию, заключил Виктор Степанюк. На данный момент Республика очень аккуратна в высказываниях и сохраняет нейтралитет. Это все из-за нестабильной ситуации вокруг нее и РФ. Директор службы разведки и безопасности Республики Молдова Александр Мустяца заявил, что сейчас вопрос не в том, начнет ли Россия новое наступление на Молдову, а в том, когда это произойдет. Судя по имеющейся у нас информации, Россия намерена пойти дальше с целью создания соединения с Приднестровьем, которое является территорией Молдовы. И тогда можно однозначно сказать, что так они намерены прийти сюда соединиться. Что будет дальше, их намерения по Кишиневу мы можем обсудить, но это реальный очень высокий риск, сказал директор службы разведки и безопасности. Он добавил, что самый большой склад боеприпасов в Европе, которые находятся в селе Колбасно в Приднестровье, охраняется россиянами с максимальным рвением. Одна из гипотез использования этих боеприпасов в возможном военном противостоянии. Также напомним, что в речи российского диктатора говорилось об отмене его указа от мая 2012 года оппозиции России относительно территориальной целостности Молдовы. Так Путин отменил свои приказы МИД России от 2012 года твердо придерживаться принципов Устава ООН, требующих развития дружеских отношений между государствами на основе равенства уважения их суверенитету и территориальной целостности. Отзыв указа 2012 года не указывает на то, что Путин намерен напасть на Молдову. Это мера, для которой ему не хватает военного потенциала. Хотя это указывает на эскалацию его постоянных усилий по подрыву молдавского государства, отметил аналитик. Президент Майя Санду тоже не осталась в стороне. Она заявила, что Молдова не хочет возвращаться в СССР, о возрождении которого часто говорят в России. Для Молдовы российско-украинская война – угроза свободе нашей страны, нашей демократии и нашему европейскому пути. Я много раз слышала заявления из Москвы о том, что они хотят возродить Советский Союз. Это напрямую касается и нас. Мы не хотим возвращаться в СССР, потому что мы хотим жить в свободном обществе, в демократической стране, сказала Санду. Она отметила, что Россия пытается добиться прихода пророссийского правительства к власти в Молдове. Очевидно, что Москва хочет, чтобы в Кишиневе было пророссийское правительство. Это не секрет. Есть попытки дестабилизировать ситуацию из-за оплаченных акций протеста, используя ситуацию в энергетике и очень высокие цены на газоэлектричество, сокращая объемы поставок по контракту, которые мы заключили с «Газпромом». Это односторонние решения «Газпрома», не имеющие никаких юридических оснований. Все эти элементы стремятся взорвать. Проевропейское правительство в Кишиневе добавило. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.